Я нахожусь в Юрмасской слоке. Попробую восстановить ход событий, которые происходили в ночь на 11 января. Из Риги на последней электричке приехала группа подростков, которые живут в социальном центре Спридетес и растут без родителей. Неподалеку от станции они встретили двух ровесников. Завязалась драка. По версии следствия, подросток из социального центра ударил встреченного мальчика ножом. Тот умер до приезда медиков. Вот это место. И погибшему мальчику, и его обидчику 13 лет. В Латвии уголовная ответственность наступает с 14. Подозреваемый в убийстве подросток сейчас находится там, где и жил. В социальном центре. Вот он. Всего здесь 15 воспитанников. В том числе те, кто участвовал в той ночной драке. С ними сейчас работают психологи. Подозреваемый подросток отправлен на удаленное обучение. В школу он пока не вернется. Сразу после происшествия, говорит директор социального центра, парень замкнулся, долго молчал, но сейчас пошел на контакт. Самая большая тяжесть за сравнительно короткое время. К нам пришли подростки с очень тяжелым опытом, в том числе с зависимостями и нарушением поведения. Пришли из приемных семей, от опекунов, биологических родителей. Это испортило весь микроклимат очень быстро. В Юрмайской думе бьют тревогу. В Латвии нет учреждений, где держат и работают с малолетними преступниками. После совершения преступлений их отправляют обратно, в социальные центры. По сути, это те же детские дома. Конкретно в Спридетесе, чтобы контролировать ситуацию, Юрмайская дума даже привлекла частную охранную фирму. Охранники следят, чтобы дети не убегали по ночам. Некоторым воспитанникам вообще запрещено покидать территорию. Также в центре стоят камеры видеонаблюдения. У детей ощущение, что они победители, потому что они находятся в стае. Учреждений, чтобы их разделить, в наших силах нет. И во всей Латвии тоже нет. Я говорила со многими министерствами. Надеюсь, государство найдет средства, чтобы как можно скорее решить этот вопрос. Чтобы для детей, у которых есть зависимости, разработать программу, понять, как с ними работать. А не концентрировать всех в одном месте. В Юрмайской думе просят срочно создать специализированные учреждения для малолетних преступников и агрессивных подростков, которые угрожают своей и чужой безопасности. Эту идею поддерживают и другие муниципалитеты Латвии. Решением проблемы мог бы стать терапевтический дом. Учреждение закрытого типа для детей с 11 лет. Где с ними будут работать психотерапевты, менторы, а также социальные работники. Такие дома есть в Финляндии, Эстонии, Великобритании. В Латвии о таком доме говорят давно. Но пока только говорят. Что касается идеи, то все понятно. Надо работать с ребенком, понять его нужды, какие у него проблемы. Реагируя на это, мы можем помочь детям жить, не нарушая закон и не бредя другим. В законе мы предвидели, что такое учреждение должно появиться в следующем году. Но я не уверен, что в следующем году работа начнется. И не потому, что нет понимания, а потому, что инфраструктура не создана. Но и в терапевтическом доме количество мест будет ограничено. Максимум 24. Где он появится, еще неизвестно. Нужно специальное здание, которое, скорее всего, придется строить или перестраивать, говорят в Министерстве юстиции. На строительство и содержание в первый год, по данным латвийского телевидения, требуется 10,5 миллионов евро. Однако решение о создании терапевтического дома еще должно принять правительство. Министры это могут сделать в феврале, прозвучало на комиссии в парламенте. Если вы хотите что-то делать с трудными, испорченными подростками, разрушителями, то только с человеческим. Не хочу использовать слово «любовь» в любом случае с сердечным подходом и близостью. Юрий Сцалетес – священник, глава и основатель кризисного центра «Званная Кумая». За 20 с лишним лет, что существует центр, через него прошли больше 50 детей. Он считает, чтобы помочь трудным подросткам, нужны люди, специалисты, которых в Латвии дефицит, и время, много-много времени. Чтобы, как говорит священник, душевные раны, нанесенные взрослыми, стали хоть немного затягиваться. Диана Озлини, Данил Желдинский, Отто Айлс, Носвящая время, Валтия.